очагов тв представляет привет кто не адекват да бухи попадаются всякие непонятные станет тесно они бухают на вы адекват полностью а вы адекват не знаю об этом другие должны судить кто другие собеседники люди которые являются объектами приложения ваших каких-то действий нет я просто вам вам вопрос задаю именно как как вы оцениваете себя вы адекват я же вам ответил уже нет вы ответили ответом я ответил так нет я и да я ответил ответом совершенно об этом должны другое судить другие а сами как думать ну а сами как теряюсь теряюсь догадка а почему потому что потому что потому у вас же так президент отвечает сейчас с вами разговариваю как причем вы что-то имеете против путина что ли это правильно и блять и путина и зеленский нахуй блять лукашенко все они пидорасы слушайте а кто вы считаете вот должен быть президентом россии президент россии я того кто если не путин вы кого вы считали немцова что я или вы жириновского считали еще хуже чем хуже чем чем путин на чем хуже чем путин я сказал мне кажется хуже путина никого нету ну я согласен сложнее найти кого-то хуже потому что мало того что человек разворовывает всю страну вместе со своим окружением так он еще об вас рабов вытирая итоги и посылает умирать в украину тут я согласен вот так вот так и живем но он умный перец и вас в рабов превратил вы боитесь рот открыть блять я не боюсь рот открыть меня никто не слушает блять я не настолько такая публичная личность чтобы меня кто-то слушал блять я буду нахуй все бы сказал слушай его если ты выйдешь например просто с листиком бумаги напиши ним путин вообще ничего больше не написать заберут в участок сразу тебя смысл просто погубить свою жизнь нет нет я же не говоришь в этом есть смысл я говорю про то что ты ничего и не сможешь сказать даже не захочешь здесь нужно делать массово это все действует массово а массовая массово уже нас не собрать потому что блять нас раскидали по углам забили просто блять пещеры в норы чтобы мы боялись совершенно ты слышал что я стану дали восемь с половиной лет яшину восемь с половиной лет или для яшин красавчик яшина пидорасил всех и кадырова на всех пидорасил красавчик ему дали восемь с половиной лет вот сегодня или вчера да я думаю что он даже больше не выйдет абсолютно абсолютно точно так же как и навальный все кто против вот именно вот так публично прям жестко и которых именно закрыли все им уже не выйти они либо сделать так что они там просто якобы блять что с собой сделают и с ним же случится не будет сидеть на посинение не не при путинской власти они не выйдут но путинская власть я надеюсь что не продлится долго хорошо смотри как ты расцениваешь вот то что происходит в войне между россией и украиной чем это закончится для россии первую очередь как и когда двух словах я думаю да да конечно но еще еще годик годик пиздеца будет пиздеца это закончится чем это закончится закончится украина останется украиной как бы она там не будет для этого не как всегда скоро украина станет россии нет не будет закончится закончится на тем что были будут большие потери и подобное для россии для россии чем закончится для россии когда закончится война в россии будет полный пиздец потому что пока идет война В России принимают такие законы и пропихивают те именно свои какие-то интересы политические настолько уже хуесические, что просто пиздец. Уже в Москве, блядь, в центре делают полностью там платные парковки, ты не можешь приехать в центр Москвы, блядь, поставить машину просто бесплатно. Начинается уже полный пиздец. Пока, блядь, все заняты и отвлечены именно войной, тут такие законы просто пропихивают под эту тему. Когда это все закончится, блядь, мы реально будем, мы вернемся, не знаю, блядь, на три тысячелетия назад. У нас будет реально ракция. Нет, я понял, но смотри, мой вопрос следующий. Эта война закончится для России каким образом? Ну, Россия не проиграет, нет. Не проиграет? А в чем будет заключаться, что она не проиграет? Не только даже взять мои предположения, а в принципе, если анализировать того, что, в принципе, говорят многие, и то, что сейчас происходит даже в интернете, смотреть на ютубе и так далее, подобное. Вот сейчас будет Новый год, будет пиздец. Сейчас будут салюты такие, что просто, блядь, все будут плакать. Салюты что ты имеешь в виду? Ну, блядь, будет пиздец по городам, по городам, что, блядь, ну, потому что, допустим, сейчас, то есть, если были какие-то военные действия, даже взять тот Крымский мост, который, блядь, как уже по всем понятиям, понятно, что это не въебала не Украина, а въебала сама Россия, чтобы просто сделать там, знаешь, для Украины хуёво. То есть, это уже всем давно понятно. То есть, и, в принципе, в Новый год такая же будет херня. Сейчас будет какая-то небольшая провокация, сделанная якобы Украиной для России, и Украине будет пиздец. Вот и всё. А каким образом, если Россия и так уже задействовала все военные средства, все, кроме ядерного оружия, без исключения, что Россия ещё может сделать? Да не все. Какие все? А какие? А какие она не задействовала? Да какие все? Так это ещё пока задействовано всё минимальное. Это пока всё сделано так. То есть, даже взять, сейчас тут там бомбёжка идёт, там, блядь, по Крыму, да, там, не Симферополь, как там, в Симферополе есть обстрелы, в Белгороде есть обстрелы. В Белгороде было буквально, я даже сейчас общался с человеком, с девочкой, с Белгорода, позавчера просто уебали там не по жилым, то есть районам, то есть ненаселённым, но были обстрелы два дня назад, просто уебашили. Украина херачила. То есть сейчас это сводится к тому, почему сейчас Россия там, ну, активно так же просто не даёт ответственных действий. Почему? Почему? Да, почему? Вот, ну, почему? Да потому что сейчас просто в ожидании, в ожидании того, что, как бы, ну, сейчас с Украины, да, прилетает, 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 сейчас опять наш же, блядь, Вовочка, что-нибудь такое сделает в своей России, что-нибудь уебёт такое посильней, и просто, блядь, и будет шквал того, что, блядь, ну, блядь. Шквал, шквал чего? У вас нечем шквал этот делать. Откуда у вас такое познание, что не из шквалов ничего делать? Ну, смотри, я расскажу тебе, значит, я пользуюсь какими источниками? Я пользуюсь западными средствами массовой информации, авторитетными, которые дорожат своей репутацией, и есть там какая-то утка или особенно фейк, враньё, они либо извиняются, либо вообще там большие кадровые перемещения идут. То есть, им можно доверять, в большинстве случаев. Вот, так вот, а что они говорят? Что у России осталось на вот таких вот массированных атак, да, вот как там по 50 ракет в день, помнишь, ну, несколько раз Россия за последнее время атаковала Украину, осталось буквально там типа на несколько раз, на 3-4 раза, там, ну, 5 пускай, и всё. Вы не видите в этом изречении пиздежа полную кучу? Нет, не вижу. В чём выражается это, расскажи. Только без мата, если можно, можно не ругаться? Хорошо, хорошо. Давайте так, население Украины сколько? Ну, 43 миллиона примерно. Было до войны, да, сейчас, с учётом того, что беженцев, наверное, 10 миллионов где-то уехало за границу женщин-детей. Я думаю, так. Ну, вот, население России, да, там, ну, 147, там, 140 миллионов, да? Ну, что ж, да. Ну, это сколько, но на войну-то, в принципе, на военные действия, если правильно говорить, именно на войну, на военные действия, отсылает больше именно тех людей, которые прилегают, там, к России, там, всякие буряты, не буряты, там, вот, вестер. Каким боком буряты прилегают к России, как понять? Они, ну, прилегают к России, и именно тех людей, которые находятся и не понимают вообще, что творится, их туда отправляют. Допустим, если взять, какого-нибудь там Кадырова, да, у которого прям, там, такое прям большое войско, их на Украине-то, в принципе, очень мало. А почему? Ну, потому что не хотят пикать своих людей, правильно? Да, да. Правильно, правильно. И как говорить, что, допустим, ну, в России не осталось там ничего, чтобы там как-то противостоять и действовать? Откуда такая информация-то? Откуда? Ну, рассказывай, рассказывай, значит, все, что может делать на сегодняшний день Россия и могла за последние несколько месяцев, это в бессильной злове просто пытаться обстреливать и не пытаться, а и обстреливать такие гражданские инфраструктурные объекты, то есть подстанции, там, ТЭЦ, ну, и так далее. В общем, чтобы лишить страну, то есть детей, женщин, лишить электричества. На армии это никак не сказалось и не скажется. Хорошо, хорошо. Чисто гипотетически, чисто гипотетически предположить, да, вот просто, ну, хлопнули мост, да, после этого якобы пошла ответника. То есть, ну, вот нарушили все, вот, как вы сказали, там, ну, вот снабжение, там, электро, вода и подобное, газовое, да, нарушили. Правильно? Ну, это ж было просто... Сколько там, 17 объектов было, да, поражено? 17, собственно. Я не знаю, сколько было поражено, но... Но, если взять и захотеть, в принципе, можно в космос прилететь. Так же и здесь. Если взять и захотеть, в принципе, ну, и Киев бы, то есть, и там, и так далее. То есть, ну, могли просто взять и расхерачить так, что просто было бы, ну, просто было бы плохо всем бы. Ты заблуждаешься. Не могли. Потому что не могли. Потому что не могли. Не оттого, что не могли. Не могли. Ты знаешь, что несколько дней назад, или там, неделю назад, при последнем обстреле, ваших ракет летело что-то... 70 примерно ракет ваших. Одновременно. Ну, почти одновременно. Из них, по-моему, если я не ошибаюсь, 62 были сбиты. То есть, 90% всех ваших ракет были сбиты. У вас нет ракет, и украинцы научились бороться с вашими ракетами. И украинцы с помощью Запада, естественно, очень быстро и свои подстанции, и трансформаторы меняют, и так далее, и так далее. У вас нету сил и средств для того, чтобы сделать то, что вы хотите. Ну, возможно, я спорить не буду. Я просто, ну, в данной сфере не так уж осведомлен, может быть, как вы. Но, мне кажется, это бред. То есть, ну, я против войны, я против этого насилия. Потому что, ну, нас, эти политические взгляды, народ сталкивает толпами. То есть, мы начинаем друг друга ненавидеть, и какой-то негатив друг или... Я против этого всего. Я против, в принципе, войны во всем мире. То есть, ну, это, в принципе, неприемлемо. Это ни в какие ворота не лезет. Это такого быть не должно. Мы должны жить все в здравии, в мире, то есть, дружелюбии и так далее, и подобное, в любви. Но мы страдаем. И как это закончится, в принципе... Не хотелось бы, чтобы это было плачевно, там, для вас, либо для нас, как бы, ну... Ну, это и допечатано. Как ты думаешь, когда Украина выгонит российскую армию со всех своих территорий, это будет означать, что это закончилось плачевно для России, или не будет означать? Ну, я думаю, что если... Предполагаю. Предполагаю, не именно думаю, что конкретно так, а именно предполагаю, что... Если такое будет, я думаю, что Вова, ну, он пойдет на крайние меры. Он не допустит того, чтобы, как бы, выгнали и оставили Россию, он будет сказать, знаете, как в жопе. Чтобы мы тебя проиграли и подобное, он этого не допустит. То есть, он будет жертвовать именно нами всеми все сделать возможным так, чтобы, как бы, этого не произошло. Будет создать, как бы... Что? Что он будет делать непосредственно? Ну, как и во вторую великую очередь, но просто, как бы, на этот мясо просто пускать уже просто количество. Пытаться, как бы, задавить это все. Он не допустит того, чтобы мы прекрали. Ты понимаешь, от того, что мясо будет больше, да? Значит, Хаймерс, да? Один Хаймерс, у него восемьдесят четыре с половиной, если я не ошибаюсь, тысячи осколков в одном Хаймерсе. И ему все равно, сто человек или тысяча будет. Понимаешь? Это не имеет значения. Восемьдесят четыре тысячи осколков, которые прошибают несколько человек, просто прошивают насквозь, если они, ну, относительно в зоне поражения находятся. Поэтому я к чему говорю, что количество людей, это не вторая мировая. Тут мясом завалить не получится. Сейчас другая война идет. Сейчас война идет просто одними беспилотниками и дронами. Совершенно верно. Поэтому количество людей не определяет сейчас исход войны. Ну, другой вопрос. Мне просто это самому очень интересно. А откуда в Украине, в принципе, такое оружие может быть? Хаймерсе? Ну, вообще, в принципе, все, которое есть оружие в Украине. Ну, запад снабжает Украину. Ну, то есть, он запад снабжает, ведет военные действия. В принципе, как и никому, это, в принципе, уже не будет, там, какие-то новости, в принципе. Но, как и говорится, что Америка ведет войну с Россией руками в Украину, это, в принципе, имеет место быть. Вот. А с какой целью-то? Почему? Ну, почему, почему на это все ведутся? Может быть, в принципе, в Украине, ну, по политическим взглядам, именно связанные с американскими, нет? Украина продекларировала или провозгласила, да, свой путь демократического развития в 2014 году, как ты знаешь, когда был Майдан. Это по пути с всем цивилизованным миром. Не только с Америкой, но и с цивилизованными странами Европы, и не только. Со всеми цивилизованными странами всего мира. То есть, Украина провозгласила, что она хочет жить в цивилизованном мире. Естественно, ей по пути со всеми цивилизованными странами. А тогда, ну, это вопрос уже, ну, личная кланка, ну, просто мы послушали именно ваше мнение. А что заставляло тогда Украину, то есть, ну, обстреливать, там, ДНР, что заставляло? Наличие ваших захватнических войск оккупационных на территории ДНР, так называемой, и ЛНР, заставляло Украину вести бои с вашей российской армией. Не обстреливать ДНР, а вести бои с вашей армией. Но там ее еще особо не было. Особо не было, не особо не было. Ну, к чему я уточнил, что особо не было, но именно активные действия велись со стороны Украины. Почему? Когда велись со стороны Украины активные действия? Потому что Россия захватила часть территории Украины, и Украина, естественно, делала все для того, чтобы вас выбивать. Здесь начался просто хаос, когда присоединили Крым. Вот все начался. Когда вы не присоединили Крым, а захватили Крым, оккупировали. Никакой не хаос начался, началась война, обычная война. Все началось только из-за этого. Ну, естественно, из-за этого. Вы вначале захватили Крым, а потом захватили часть Донбасса. Но под эту же дудку и начали развивать то, что сейчас происходит. Под эту же дудку ваша страна начала развивать то, что происходит. Абсолютно согласен. То есть продолжать свою захватническую политику. Поэтому Россия, ей не место среди цивилизованных государств. И Россия, если тебе интересно мое мнение, я уверен, что это именно так и будет. Россия начнет разваливаться, причем это будут страшные и кровавые процессы. У меня не хорошее, но я с ним не согласен. Нет, я такой человек, как бы, ну, я живу в России, в Москве, то есть, ну, я уже подумаю, у меня просто знакомый живет на Бали, то есть, он меня зовет в Индонезию, говорит, уезжай просто, зачем? А море, песок, целыми днями солнце светит, никаких вот такого ужаса не творится, ничего не происходит, то есть, ты живешь вообще просто в релаксе, зачем тебе надо? но уехав туда и не зная, что произойдет сейчас в этой стране, возможно, то есть, ну, не будет, то есть, возможности вернуться. Почему? Ну, а кто знает, как будет дальше? То есть, сейчас, сейчас даже тех, ну, кого призывают к мобилизации, то есть, парней, там, то есть, мужиков, те, кто уезжают, допустим, в Казахстан, в Кыргызстан, уезжают, ну, просто уехать, чтобы из России, уже там принимают именно закон о том, что ты именно дезертир, то есть, когда тебя там ловят, то есть, тебя сажают в решетку, тебя сажают за решеточку, вот, и потом под воздействием того, что, либо ты сидишь, либо идешь на войну, то есть, тебя, грубо говоря, все равно принуждают такими действиями, чтобы ты шел и выживал. Если не хочешь сам идти, мы тебя посадим и за решетку сон туда направим, вот так уже. Поэтому, как бы, вот я вот думаю. Не совсем понимаю, в качестве какого аргумента ты мне это привел, но я это знаю, и что? Я же говорю, мясо, ваше мясо не меняет ситуацию, не поменяет. Нет, к тому, что, как бы, ну, я не держусь за свою страну, то есть, я не патриот того, что просто, ва, Россия, все. Я бы с большой просто радостью просто отсюда уехал, но я к тому, что уехать-то, в принципе, легко. У меня есть куда уехать, то есть, свалить отсюда, чтобы этого всего не видеть и в этом не участвовать, то есть, ну, я против этого всего повторюсь. Но у меня много здесь родственников, поэтому увижу я их когда-нибудь потом, то есть, меня их держат. А всех перевезти разом куда-то отсюда, как бы, мне нет возможности. Взять, типа, собрать свою всю родню и увезти, то есть, ну, блин, у меня такого нет возможности. Понятно. Хорошо, ладно, у меня больше вопросов нет, если у тебя нет, я побегу дальше. Очень приятно было пообщаться. Давай. Пока. Ну, пообщаться, на самом деле, с ним, было интересно, не знаю, как приятно, после того, как он сказал, что он бы хотел видеть Жириновского вместо Путина, а Жириновский, это был конченый, конченый фашистюга. Вот, то есть, я не знаю, вот, понятно, что он был балабол там, и прочее, вот, но он декларировал намного-намного более фашистские, нацистские взгляды, чем даже Путин. Вот, поэтому я как-то так вот к этому человеку, так-то вроде он довольно разумные мысли говорил, вот, кроме и Жириновского откинуть, то, в общем-то, человек довольно здраво мыслит, ну, по крайней мере, по крайней мере, он противник этой войны, но, но, видите, с другой стороны, он считает, что Россию не победить, да, то есть, человек, я так понимаю, он не совсем владеет информацией, просто, я не думаю, что он умышленно это делает, вроде похоже, что он так, как бы, довольно откровенен, да, вот он не владеет информацией, или он не умеет анализировать, Россия, естественно, в этой войне проиграла, она уже проиграла, уже, вот, и дело времени, дело месяцев, когда уже по всем территориям начнется широкомасштабное освобождение украинских территорий, так что, ждем этого с нетерпением все, те люди планеты ждут этого, не забывайте подписываться на все мои каналы, кто хочет поддержать канал на патреоне, есть ссылочка под каждым видео, вот, я буду благодарен за это, давайте счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok